Итак, добрый вечер, уважаемые участники. Рад приветствовать вас на нашем новом вебинаре, который мы проводим вместе с Александром Элдером. Всегда мы его долгожданно ждем. Перед началом вебинара, как всегда, я напомню о рисках, так как торговля на финансовых рынках, она всегда связана с рисками и важно с этим вопросом разобраться, прежде чем вы будете совершать какие-то действия. В ходе наших вебинаров мы также вопросы о рисках касаемся очень подробно. Для тех, кто присутствует впервые на данном вебинаре, этот вебинар организован брокерской компанией Admiral Markets и расскажу пару слов о компании. Мы являемся брокерской компанией, как я уже сказал, на рынке мы работаем уже более 19 лет и предлагаем услуги как по маржинальной торговле, так и по классическому инвестированию. С нами вы можете торговать порядка 8 тысяч инструментов. Это и американские акции, и европейские акции, и азиатские, и также и валютные пары, золото, нефть. То есть, в принципе, все то, что торгуется, все то, что ликвидно, оно доступно в Admiral Markets. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к вашему персональному менеджеру, чтобы эти вопросы как раз разобрать. В Admiral Markets мы уделяем большое внимание как раз обучению, образованию, поэтому мы рады тому, что Александр с нами каждый месяц рассказывает о том, что он видит на рынках, его подход, его мнение, которое всегда очень ценно для наших слушателей. Поэтому мы также проводим и дополнительные вебинары как для начинающих трейдеров, так и по различным торговым стратегиям. Ссылочки о том, о чем я говорю, пришлю как раз в наш чат после того, как передам слово Александру. Также у нас есть телеграм-канал, в котором мы максимально оперативно выкладываем запись вебинара, поэтому если вы в следующий раз вдруг пропустите вебинар онлайн, то подпишитесь на наш телеграм-канал, там вы сможете как раз запись найти. Ну и также наш ютуб-канал, на котором как раз запись и добавляется, то есть там вы сможете принимать участие в конкурсе, о котором я расскажу также в ходе нашего вебинара. Ну и также мы запустили подкаст «Два трейдера», в котором мы обсуждаем как раз ситуацию на рынке. Ссылочку тоже я приложу. То есть достаточно большое количество образовательных материалов мы делаем. Ну а сейчас я хотел бы передать как раз слово Александру. Как раз вот вебинар, о котором мне люди начинают писать за две недели, а когда же вебинар с Александром, я всем скидываю наше расписание и все его ждут, и чем ближе вебинар, тем больше проявляется активность. Поэтому, Александр, я готов передать слово вам. И как раз вот очень было бы интересно узнать ваше мнение по текущей ситуации. То есть как, вероятно, вы слушали дебаты Трампа и Байдена. Сейчас как раз эта тема, она довольно-таки актуальна. Ну и в целом, безусловно, также ваше мнение по текущей ситуации на рынке. Спасибо большое, Роман. Привет и наилучшие пожелания из немного дождливого Вермонта. Смотрю в окно. Дебаты. Я вчера их посмотрел от начала до конца, потом заснуть, не мог, так расстроился. Просто какая-то неприличная драка получилась с криками и с враньем с обеих сторон. И человек, который управлял этими дебатами, то есть модератор этих дебатов, совершенно потерял контроль на ситуации. Хотя, конечно, контролировать таких ведущих людей очень трудно. Я не думаю, что эти дебаты никто не выиграл, ни один, ни другой. Ситуация очень поляризованная. И дебаты вряд ли помогут кому-то поменять свое мнение. Нового в них, так сказать, ничего особо не было. Единственная новинка, которую я для себя из них извлек, это то, что сына Байдена выгнали из армии за наркотики. И он кантовался, пока папа не устроил его, значит, по бизнесу. И сейчас он получает миллионы долларов из Китая и получил 3,5 миллиона долларов от мадам Батуриной, жены бывшего мэра Москвы. Про Китай был известен давно, конечно. Это там действительно серьезные деньги. Так что я не думаю, что эти дебаты чего-то особенно решат. Ждем выборов, посмотрим. В Америке ведь система какая? С одной стороны, конечно, это очень хорошо, что у нас есть дебаты. Потому что я думаю о многих странах, в которых есть наши участники. Там дебатов нет. Там есть один, так сказать, якобы избранный царек. И дебатировать с ним никому нельзя. А здесь вот хоть ты самый главный человек в стране, на тебя катит бочку, и людям это нравится. Как закончится все это дело, трудно предсказать. Очень близко они все идут, оба идут. И единственное, что очень интересно в Америке, у нас же выборная система не то, что, скажем, один получил тысячу голосов, а другой получил 990-е. Кто получил тысячу, тот выиграл. Это не так. Значит, у нас американская система такая. В каждом штате подсчитывается, значит, голоса по штату. И это пережиток еще старых времен, когда не было быстрых телекоммуникаций. Значит, по разным штатам проводились выборы, а потом на основании этих выборов отправляли выборщиков, официальных выборщиков в Вашингтон, где они обязаны были проголосовать точно так, как проголосовал их штат. Поэтому штат, в котором я живу, Вермонт, тут голосуй, не голосуй, это совершенно демократический штат. То есть, как бы ты ни голосовал, без разницы. Выборщики будут так и так демократами, и, значит, они проголосуют за бывшего вице-президента. Но есть штаты, которые четко республиканские. Это, например, Алабама, где живет мой партнер по Spike Trade. А есть штаты, которые колеблются. Это большие штаты, потому что чем больше штат, тем больше от него этих голосователей посылают на окончательный выбор. От Вермонта – это крошечный штат, у нас население 600 тысяч человек. Поэтому, по-моему, посылают там двух голосователей. От большого штата их, может быть, 20, а то и больше. И поэтому борьба идет именно за эти штаты, за Мичиган, за Охайо, за Миннесоту, за Вискансен. И Трамп – большой знаток этой игры. В прошлых выборах по голосам победила Хиллари Клинтон. Она получила чуть ли не на полмиллиона, на миллион голосов больше. Но она распылялась по всей стране, а Трамп четко бил на эти решающие штаты, завоевал голоса из этих избирателей официальных и победил таким образом. Так что, возможно, что-то похожее произойдет и сейчас. Посмотрим. Народ очень напуган бунтами черных и примкнувших к ним белых. Большинство бунтарей, кстати, были белыми. Это организация, которую здесь называют антифа. Антифашисты. Я тоже антифашист, но я не выхожу на улицы бить окна. И народ напуган этим делом. И поэтому, чем больше таких вот событий насильственных, тем сильнее, скорее всего, будет голос за президента. Ну, посмотрим. Я боюсь, что я разлился слишком мыслью по древу, как говорится Роман. Давайте все-таки отойдем от политики, о которой говорить можно много и бесполезно. Давайте поговорим лучше про рынки и про деньги. Ну, вот я сейчас добавил график S&P 500. То есть мы как раз, так как, в принципе, большинство людей пользуются именно метатрейдером. Вот хотел показать, как это выглядит на метатрейдере. А затем сможем переключиться на вашу платформу. Сейчас вы видите график. Прекрасно, прекрасно вижу. Спасибо большое. Я всегда начинаю разбор рынка с долгосрочного графика, с недельного графика в данном случае. И там я принимаю стратегическое решение. Я бык или я медведь. А потом я перехожу на дневной график. И там я принимаю тактическое решение. Где я войду в позицию, где я закрою позицию. Значит, что мы видим на недельном графике? Бычий рынок, который длился в центре графика, длился, достиг огромного разгона в самом центре графика. В январе-феврале этого года. Это нет, это уже было, вы на март показываете. Вот здесь, январь-февраль. В январе-феврале этого года американская экономика кипела. Безработица достигла нижайших уровней за десятилетия. Кстати, безработица среди черных достигла исторически низкого уровня. Такой низкой никогда не была. Занятость была. То есть, по-английски это называется, прилив поднимает все лодки. И как раз, значит, здесь были сигналы тревоги. Сигнал тревоги заключался в том, что здесь у нас конверт наложен на график. Значит, в середине идут две скользящие средние. Одна медленная, другая быстрая. И параллельно, более-менее параллельно, медленная, скользящая средняя идет конверт. И акции выбились за верхнюю границу конверта. Я всегда думаю о рынке, как о таком маниакально-депрессивном пациенте. То у него такая мания, что он хочет бежать, все делать, начинать новый бизнес, тратить кучу денег. Заканчивается это обычно плохо. Заканчивается депрессией. Когда рынок выламывается ниже нижней границы конверта. И тут, значит, пациента начинают привязывать к кроватке, чтобы он не выбежал и не выпрыгнул из окна. И вот такой маниакально-депрессивный психоз. Поэтому в своих действиях я люблю покупать в районе нижнего конверта, продавать, снимать прибыли в районе верхнего конверта. Что произошло в самом начале этого месяца? В конце августа, в начале сентября. Значит, индекс S&P пробил высоту февральскую, ударил опять по конверту, немедленно развернулся и на прошлой неделе упал в зону ценности. Я ожидал продолжения этого падения, но оказался неправ. Рынок затормозился в этой зоне, развернулся и поднимается сейчас опять. То есть у правого края графика тренд, недельный тренд рынка вверх. Есть определенные зоны подозрительности. Например, если мы посмотрим в самую нижнюю часть экрана, где индекс силы находится, мы видим очень серьезную медвежью дивергенцию. Каков был индекс силы где-то в мае-июне и какой индекс силы сейчас у правого края. Есть такая дивергенция. Но это то, что называется мягкий знак, мягкий сигнал. А тренд четко идет вверх. Скользящие средние поднимаются, цена выше скользящих средних. Поэтому стратегическое решение, если что-то делать на рынке, то надо играть на повышение. И пару слов о фундаментальных факторах, которые движут рынком в этом смысле. Одним из главных механизмов, одним из главных двигателей рынка является поведение Федеральной резервной системы. Federal Reserve System. И новый глава, относительно новый глава этой системы, господин Пауэлл, который всего где-то пару лет там, недавно, в последние месяцы, как всегда таким туманным языком, как всегда Федеральная резервная система всегда изъясняется очень туманным языком. специально, чтобы, значит, не давать людям, так сказать, особых сигналов. Но своим туманным языком он более-менее повторно сказал, что Федеральная резервная система перестает бороться с инфляцией. В Америке была жуткая проблема с инфляцией около 30 лет тому назад. И был тогда главой Федеральной резервной системы такой господин Волькер, который убил инфляцию ценой жесткого спада экономики. И с тех пор, значит, все управляющие Федеральной резервной системы, как только чуть-чуть инфляция начинала подниматься, они начинали с ней бороться. Пауэлл сказал, что борьба с инфляцией теперь отходит на второй план. Если она будет серьезно подниматься, они примут меры, но они не будут следить за нею пристально и не будут бороться с безработицей в первую очередь, а с инфляцией в третью очередь. Вот так вот. И это выражается в том, что уровень процентных ставок в Америке, долгосрочных процентных ставок в Америке, будет, федеральных ставок, будет близок к нулю. К нулю. Хотите денег взаимы у банка? Вот так вот. Я буквально вчера у меня созрел такой сертификат депозита, какую-то наличку я положил в банк, я знал, что она мне будет не нужна где-то полгода или три четверти года. Я положил ее под какой-то процент. Вчера, значит, этот сертификат освободился, и мне нужно в течение недели принять решение, возобновлять этот сертификат или забрать деньги. Процент, который предлагал банк, две десятых процента. Две десятых процента в год. Естественно, деньги забрал, я лучше их, думаю, что я на рынке смогу сделать лучше, чем две десятых процента. И я не один. Значит, большинство людей ведут себя именно таким образом, и поэтому на рынок идет колоссальный приток средств. И вот это вот движок, который толкает и будет продолжать толкать рынок вверх. Значит, стратегическое решение на повышение двигателя этого колоссально низкие банковские проценты. Смотрим на дневной график. Дневной график, кстати, побывал в депрессии немножко раньше в этой месяце, когда цены окунулись ниже конверта. И он оттуда очень сейчас взлетел, продолжает взлетать. Даже сейчас вот мы разговариваем, а рынок продолжает расти. Поэтому, как бы не хотелось сказать, о, это слишком высоко, больше не может. На самом деле может, и пока учетный процент такой низкий, он может очень много чего. Поэтому засчитайте меня в данном случае быком. Вот такое у меня стратегическое решение и тактическое решение по рынку. Когда мы начнем смотреть на акции отдельных компаний, то там я лучше разберу, значит, где мне представляется лучшим покупать, лучшим продавать. Да, тогда сейчас я останавливаю демонстрацию своего экрана. У вас теперь есть возможность это сделать на вашем. share screen, сюда. Окей, поехали. Ну, есть еще просьба, наверное, посмотреть евро-доллар тоже, как именно в связке, как валюты себя ведут. С удовольствием. Особенно в связи с тем, что в нашем прошлом вебинаре месяц тому назад, когда доллар падал, а евро поднимался, я сказал, что эта тенденция достигла своего экстрима и собирается разворачиваться. И посмотрим, что из этого вышло. Значит, наш прошлый, это недельный график, да, это евро, оцененный в долларах. То есть, когда график поднимается, евро растет, доллар падает. И наоборот, да, то есть, это евро, оцененный в долларах. Так, наш предыдущий вебинар, по-моему, был где-то вот, где-то здесь. 26 августа. 26 августа. Вот эта стрелочка сейчас, это недельный график, она стоит на 28 августа. То есть, вот, значит, в этой зоне. Вам видны вертикальные линии на этом экране, которые выскакивают? Видно, да, но у нас сливается. Я просто, я просто стрелочка. Стрелочка видна, да? Да, да, да. Вот это вот, это тот бар на недельном графике, где я сказал, что этот тренд достиг экстрима. И что отсюда доллар, по моим расчетам, будет подниматься, а евро, естественно, опускаться. И, как часто бывает, я был на неделю слишком рано, на неделю рано. Но тренд продолжается вниз, и в данный момент евро опускается, доллар растет. Рассмотреть, что толкнуло меня к такому выводу тогда, главной причиной было то, что на нижней, в нижней части экрана индекс силы, который я разработал тысячу лет тому назад, и последняя разработка, несколько лет тому назад, на нем конверт, и когда индекс силы выламывается из конверта, это показывает панику среди народа и такое экстремальное поведение. И вот, значит, была эта паника, паника стала спадать, и поэтому я встал на разворот. Сейчас евро упал, евро упал туда, куда ему полагалось упасть, а именно то, что я называю зоной ценности, зоной между двумя скользящими и средними. Кстати, Роман, скажите, как вам лучше видно? Вот сейчас экран черный, да? Я могу вам тот же самый график показать на белом экране. Как лучше видимость, на черном или на белом? Сейчас посмотрим. Я думаю, что на белом лучше. Окей. Прекрасно. Переключаем. Остаем с белым. Значит, наверху вы видите мой типичный график. Наверху график инструмента, тройной конверт, в среднем окне MACD линии и гистограммы, и в нижнем окне индекс силы. Недельный график. И на недельном графике мы видим, что евро упал в зону ценности, MACD стало поворачивать вверх, и мы видим внизу, где индекс силы, что донышки индекса силы становятся все более плоскими. То есть начинается, медведи ослабли. Переключаемся на дневной график. И на дневном графике это еще очевиднее. Мы видим, что была паника среди медведей, среди быков, извините. Быки выбрасывали евро, все покупали доллары. И вот это вот отмечено точечками, где индекс силы выбился из тройного экрана. И сейчас он начинает подниматься с небольшой дивергенцией. Так что считайте меня быком сейчас на евро, быком по евро, медведем по доллару. Если торговать этим инструментом, то я всегда хочу мишень установить на долгосрочном графике, а защитный стоп на краткосрочном. Поэтому для мишени я воспользовался бы зоной ценности. Евро сейчас стоит доллар 22, а скользящая средняя находится в районе 1,26. Вот это была бы моя мишень на ближайшее время. А защитную приостановку, ну естественно, если это разворот, то, как одну чеку, не может быть 1,26, одну секунду. Здесь это 1,17. Я оговорился, четко говорю, извините, пожалуйста. 1,12 и мишень примерно 1,13. Защитная приостановка евро не может опуститься до своего недавнего низа. Я бы даже не стал ожидать пролом. Если она пустится, начнет опускаться близко к нему, пора бежать. Окей. Следующее, значит, что у нас в меню еще, что еще стоит обсудить? Во-первых, результаты, поступили вопросы какие-то, и поступили предложения рассмотреть определенные акции. Как вы думаете, с чего мы начнем? Мы можем начать с акции, вопросы оставить на конец, то есть как мы обычно делаем. То есть как раз те акции, которые приходят на конкурс. Прекрасно. Значит, посмотрим акции. Но сначала я хочу обсудить быстренько те две акции, которые стали претендентами на победу с прошлого вебинара. А, вот в чем проблема. А, вы знаете, в чем проблема? Нам придется пересмотреть евро, потому что этот график заканчивался в январе этого года. Это было очень... Вот. Вот теперь, окей. Значит, обратно к евро. Я всегда смотрю только на черные графики, а белыми пользуюсь, чтобы создать графики для презентации. Поэтому, значит, вот. Вот евро, которое сейчас по 1.17. И мишень для евро в районе, я бы сказал, 1.19-1.20 в зону прошлого пика. А на дневном графике видна прекрасная дивергенция и защитная приостановка. Я бы поставил... Если евро начнет выбивать нижнюю точку за прошлую неделю, за вчера, за вторник, я бы уже бежал с этого рынка. Вчерашняя нижняя точка была 1.168. Сегодня 1.173. Это была моя защитная приостановка. А мишень, естественно, гораздо дальше. Sorry. Возвращаемся, как с прошлого вебинара. FedEx конкурент был один. И это недельный график. Sorry. Это недельный график FedEx. И другой конкурент – это Nike. Акция спортивной обуви. Смотрим на дневной график. По процентам чуть-чуть впереди FedEx. Посмотрим по качеству поведения. Дневной график FedEx. И мы видим совершенно четкий подъем. Вверх и подтянул обратно. Вверх и подтянул обратно. И сейчас вверх опять. В эту неделю, в понедельник, FedEx поднялся на новую высоту. Смотрим на акцию Nike. NKE. И что мы видим? Nike начала заворачивать вниз, но объявила о доходах за квартал. Доходы оказались рекордными. И это сообщение о рекордных доходах подбросило акцию вверх. Я не торгую акциями примерно за неделю до того, как они объявляют о своих доходах. Если это долгосрочная какая-то акция, которую я собираюсь там держать год, это другое дело. Но для трейдинга держать акцию перед сообщением о доходах, это как играть в лотерею. В данном случае билет получился удачный. А с таким же успехом он мог бы быть и неудачным. Поэтому, когда компания объявляет о доходах, и рынок реагирует на это, во-первых, времени отреагировать ни у кого нет. За исключением тех немногих людей, которые... Есть некоторые хеджевые фонды, которые платят огромные деньги, чтобы получить информацию на микродолю секунды, на микросекунду раньше. Они могут заработать чуть-чуть на этом. Но, в принципе, такие вот гапы, это не движения, на которых можно заработать. Вот посмотрите даже на найке. Она закрылась. Как она закрылась? Перед гапом. И после гапа она открылась у почти верхней точки. И с тех пор слегка опускается. То есть, человек, который предложил, и если он продолжал держать акции найке, то это вот игра в лотерею. Это выскочил удачный билет. С таким же успехом мог выскочить неудачный. Поэтому, я думаю, что пальму первенства, золотую медаль и все прочее нужно отдать тому, кто предложил акцию компании FedEx. Отлично. Тогда, ну вот я буквально минуту скажу. То есть, мы подарим книгу с автографом Александра. То есть, здесь у нас уже есть пример, который мы отправим Марии. Мария, если вы нас слушаете, то у меня книга у меня. Я вам ее скоро отправлю. И также отправляем человека, который предложил акцию компании FedEx. Это Максим. Я напишу также на YouTube-канале, чтобы мы с вами связались. И уже я получил информацию, как вам эту акцию получить. Ну, будем надеяться, что те, кто как раз предлагал эти акции, смог реализовать эту идею. А для наших случаев, чтобы это было полезно узнать, какие были интересные инструменты. Собственно, это же мы сегодня и сделаем. То есть, я также переслал Александру интересные акции, собственно, которые были предложены вами на YouTube-канале. Сейчас их мы и разберем. И подведем также итог в течение месяца, какой они покажут уже на следующем вебинаре. Ну, об этом тоже расскажу чуть позже. Спасибо большое, Роман. Я хочу только добавить к тому, что вы сказали, что мы с вами разработали новую систему передачи автографа. Я вам передаю автограф лично человека, который выиграл эту книгу. Вы его распечатываете на клейкой бумаги, вклеиваете его в книгу. И поэтому никогда такой системы раньше не было. Только из рук в руки. А тут мы придумали, как это сделать. Ну, мы живем в таких временах, когда нужно находить новые решения. Да, да, да. Значит, пройдемся по акциям. Их много, я поэтому пойду быстро, если вы не возражаете. И задавайте вопросы, или остановитесь. Окей. Сверху донизу. Вот, это Surge, видимо, Сергей. GLD. GLD – это ETF золота. Смотрим на недельный график золота. И он выглядит очень приятно. Золото четко находится в бычьем рынке. Очень таком регулярном. К верхнему конверту, к зоне ценности. 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 К верхнему конверту. И сейчас у права края в зоне ценности. индекс силы. МСД гистограммы находятся на уровне, который соответствует обычно донышкам. Индекс силы показывает, что силы медведей ослабевают. Смотрим на дневной график. На мой взгляд, еще чуть-чуть рано покупать. Был пролом вниз. Я хочу еще рано покупать. Обычно рынки после такого пролома немножко дольше занимают времени, чтобы исправиться. Но привлекательная идея. И если не покупать это сегодня, я бы не стал это делать. Это четко тот рынок, за которым стоит продолжать следить с видом на покупку. Другая идея от Сергея это акция General Electric. Акция очень просела долгая история. Компанией руководил совершенно блестящий бизнесмен Джак Уэлч. А когда он ушел на пенсию, то на его место поставили идиота. Бывает, к сожалению. И этот идиот загнал эту компанию под землю. G даже исключили. Этой компании больше ста лет. G исключили из индекса Dow Jones. Но сейчас там новое начальство. Компания выправляется. Двойное дно получилось на недельных графиках. Массивные бычьей дивергенции. И эта акция не исчезнет. Она не пропадет. Другое дело, воскреснет ли она за месяц, это очень большой вопрос. Думаю, что нет. То есть, для продолжительного держателя, для пенсионного фонда, да, это акция, которая имеет смысл. По мере того, как экономика сейчас будет улучшаться. Например, GE делает двигатели для реактивных самолетов. Естественно, сейчас спрос на самолеты невысокий. Но это только один из их продуктов. Хорошая акция, интересная акция, но не быстрая акция, я думаю. Светлана спрашивает про акцию, которая, сказать, у меня немного эмоций. Я очень удачно не сыграл несколько месяцев тому назад, а в последнее время перестал следить. А сейчас посмотрел на то, что предложила Светлана и просто заинтересовался. Trans Ocean Limited, символ RIG. RIG – это нефтяная вышка. Опять-таки, это компания, которая, если мы сейчас уплотним эту акцию, это компания, которая стоила, акция стоила 100 долларов. 100 долларов. А сейчас она стоит не 100, не 10, и даже не 1 доллар. На данный момент она стоит 83 цента. Это сколько? 10 рублей, наверное, да? Нет, я вечно сбиваюсь. Нет, не 10. Это 5 рублей. Замечательная цена. При этом это совершенно такая нормальная нефтепоисковая компания. Но в связи с низкими ценами на нефть, у них очень мало бизнеса. Я избегаю покупок акций, которые стоят меньше, чем 3 доллара. Они слишком дикие. Каждый цент очень дорого стоит, если купить большую позицию. Выглядит очень приятно. Низшая точка, кстати, вот здесь я ее покупал, я ее купил за доллар с чем-то, нарушил свои правила, я ее купил в мае и продал в июне, я купил этот взлет небольшой. Сейчас она делает двойное дно, и глядя на дневной график, дневной график, она тонет постепенно, вот все ниже, ниже, и ниже, слишком дешево, я побоялся бы ее сейчас покупать, просто побоялся бы, ниже доллара это еще один лотерейный билет, пропустим. Другая акция, которую Светлана просит посмотреть, VIPS, VIP Services, VIP Shop. Компания очень четко росла, она мало потеряла во время вот этого медвежьего рынка в марте этого года, выросла еще вот 17 до 25 долларов, но недавно начались плохие новости, и компания тонет, и это видно на дневном графике, все ниже и ниже. Знаете, можно быть смелым человеком, можно остановиться на остановке трамвая и сказать, здесь трамвай остановится, и встать, да? Может остановиться, а если нет, что будет? Этот трамвай движется вниз, я его пропустил. Роман, я надеюсь, не слишком быстро, как говорится, голопом по Европам. не-не-не, все в порядке, вы как раз вначале рассказали свой подход, сейчас как раз мы можем быстро проходить. Игорь просит посмотреть Northern Dynasty Minerals, NAC. Я не знаю ничего про фундаментальную, никакую фундаментальную информацию про эту компанию. Похоже, что у нее очень низкий объем, сейчас я гляну. нет, объемы нормальные в миллионах акций. Но опять-таки, смотрим на недельный график. Маниакальное состояние обратно, маниакальное обратно, маниакальное обратно, маниакальное обратно, гиперманиакальное, и вот эта фигура вот здесь, я это называю хвост кенгуру, высовывается отовсюду. От хвоста обычно начинается разворот. И на самом деле пошел разворот вниз, гэп, и еще один хвост кенгуру вниз. У правого края акция начинает стабилизироваться. Имеем право купить, смотрим на дневной график, стабилизируется, компания стабилизируется. Но обычно, когда вот, знаете, как человек, который выпал, там из окна третьего этажа и выжил, но сейчас лежит на асфальте и пытается дышать. Наверное, встанет, наверное, пойдет опять, может, даже со временем побежит, но не сегодня, не на этой неделе. То есть, это медленно, то есть, это не быстрая игра. Если вы трейдер, вы хотите взять то, что будет двигаться довольно быстро. Это похоже, что акция достигла своего минимума, но когда она, но когда этот бедолага, выпавший из окна, встанет, это очень большой вопрос. Вадим пишет, две акции, long и short. Значит, берем сначала long, EBS, недельный график, естественно, сначала. Какая-то компания из биотехнологий. естественно, в этой вирусной ситуации это очень такой активный вопрос, хотя самое занятное, что некоторые из этих компаний плохо себя ведут. Я на секунду только отвлекусь и покажу вам. Есть компания у нас, Moderna, которая делает вакцину, сейчас тестирует ее, у нее всякие замечательные новые методы. я покупал два раза, и один раз я сделал деньги, а другой раз я примерно половину того, что сделал, потерял. Так что я остался в прибыли, в небольшой. Продолжаю на нее посматривать, вакцина, 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 а акция торгуется по 73 доллара, хотя раньше она достигала 93. В чем дело? Не знаю. Так что то, что компания как-то привязана к этим вакцинным делам, мистика, просто мистика для меня. У меня есть приятель, который торгует этими акциями, очень интересно, торгует с нескольких сторон. Главное из них, что у него группа, которая включает нобелевских лауреатов, ученых из Колумбинского университета, то есть люди, которые кормят его фундаментальной информацией, а он принимает уже, добавляет технический анализ. То есть внутренняя информация плюс теханализ в отсутствие такового. Я только сижу, смотрю на эту акцию, чешу репу. Ну, если что, надо покупать, потому что, как вы видите, опять-таки та же самая структура. Вверх к зоне маниакальности в зону ценности. Маниакальность ценность, маниакальность ниже ценности, маниакальность ниже ценности, маниакальность к ценности, и сейчас эта акция развернулась и начинает подниматься. Если что-то с ней делать, то надо покупать. очень приятная фигура вот здесь, вот около донышка. Такое двойное дно, которое может вполне поддержать хорошую, хорошую ралли. Нормальная акция. Без, не то, чтобы она вот не хватало за лицо, ах-ах-ах, но нормальная акция. Очень, очень неплохо, Вадим, очень неплохо. и шорт, CVX, это Chevron, это одна из главных нефтяных компаний. Опять-таки, очень хорошая идея, Вадим. Она тонет, а мы еще и камнем по голове. На самом деле, шортить падающие акции, это помогать им. Почему? Потому что, если вы зашортите ее, то в какой-то момент вам придется ее купить обратно, с тем, чтобы закрыть свой шорт. И вот эта покупка поддержит эту акцию в тот момент. Поэтому наличие большого количества шротов, это, кстати, увеличивает вероятность взлета акции. Я иногда делаю поиск акций, в которых очень высокий короткий интерес. 15%, 20%, 25%, 40%. Все коротят. Если все коротят, то я хочу посмотреть, а не купить ли. И вот в данном случае это одна из таких акций. Недельный график вниз, дневной график нет, покупать еще рано, покупать еще рано. То есть, каждый раз, когда происходит небольшая ралли, взлет близко к зоне ценности, надо ее, опять сказать, по голове и на понижение. Четкий тренд вниз. Желаю успеха. кто-то пользующийся псевдонимом антифасио, надеюсь, это не тот, который там бегает и поджигает магазины, шутка, хочет посмотреть на FedEx. вы знаете, есть два типа трейдера. Трейдеров можно разделить на категории, на много разных категорий, значит, А и Б, 1 и 2 и так далее. И одно из таких разделений, это механические трейдеры и дискрепционные трейдеры. Механические, которые вот у него есть система, он четко торгует по системе. Дискрепционные, которые смотрят на график и решают, покупать или продавать. И я начинал, конечно, как дискрепционный трейдер, но по мере того, как я подрос, я пользуюсь методами и той, и другой стороны. То есть, я оцениваю индивидуально каждую акцию, но при этом, как у механического трейдера, у меня есть совершенно жесткие правила, которые я отказываюсь нарушать. Никогда не нарушаю. Вот одно из этих правил. Не покупать выше верхнего конверта и не играть на понижение ниже нижнего конверта. Я покажу вам образец с тем же Федексом. Так, так, так. Замечательный бычий рынок, да? Бычий рынок, все вверх. Покупаем Федекс, да? Еще выше. Покупаем Федекс. Ну, как? Сейчас он на Луну летит. Еще покупаем Федекс. Третью неделю подряд покупаем Федекс. Выше верхнего конверта. Не обращаем внимания. Чуть-чуть ослаб. Покупаем еще. Ах! Ах! И за одну неделю все, кто купил за предыдущий месяц в проигрыше. Ах! Все, кто купил за предыдущие три месяца в проигрыше. Вот это вот проблема покупок выше верхнего конверта. То же самое. Играем, скажем, играем на понижение. Опять-таки показать. Вот так вот. Это март этого года. Страну бьет китайский вирус вниз-вниз. Сейчас все. Все проваливается. Каратин Федекс. Каратин Федекс. Еще раз Каратин Федекс. И все. И мышеловка захлопнулась. То есть я это не всегда происходит. Это иногда это происходит не моментально, а занимает там неделю-две. Но я отказываюсь покупать выше верхнего конверта и продавать на понижение ниже нижнего конверта. И поэтому я смотрю на Федекс, и это как смотреть на обнаженную фотомодель в хорошем журнале. Очень красиво, но тронуть нельзя. Дневной график. очень красиво, но рискованно. Выше верхнего конверта не стал бы покупать, не стану покупать. И от того же анонимного участника просьба посмотреть ALB. это производитель производитель лития для батарей, для электромобилей. Акция упала после неудачной презентации Илона Маска, но упала, коснулась зоны ценности и уже отскакивает от нее, развернулась на повышение. Смотрим индекс силы. Каждый раз, когда индекс силы оказывается ниже своего конверта, отмеченное точечками здесь, это экстремальная паника, и когда она заканчивается, начинается новый аптренд. Была маленькая экстремальная паника, экстремальная, но коротенькая паника, и сейчас начался новый аптренд. То есть ALB вполне приемлемая акция для игры на повышение. Смотрим на дневной график, паника, паника закончилась. С другой стороны, я обычно избегаю акций, у которых недавно был gap, потому что это акция, которые... Очень много побитых людей в этих акциях, побитые люди делают нерациональные вещи. Еще пару акций, и мы закругляемся. Иоанн Хойшер, опять-таки думаю, что это, не знаю, настоящее ли это имя, Никола, это производитель электрогрузовиков. Колоссальный скандал. Оказывается, они рекламировали, что замечательные грузовики электрические. Смотрите, как они ездят. Оказывается, они их тягачами затаскивали наверх горы и спускали только на тормозах под гору. То есть врали, 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 а сейчас это дело все было выведено на чистую воду, поэтому акция падает и думаю, что еще не достигла донышка. Врать некрасиво. Тейрхан, ну, давно хотел уже посмотреть, это старая заявка. АА, American Airlines, извините, оговорился, Alcoa, Alcoa, алюминиевая компания. Это то, что по-английски я в таких случаях говорю, разбудите меня, когда это кончится. То есть это акция, которая особо никуда не идет, вот она висит себе, то немножко вниз, то немножко вверх, на недельном графике, тонет на дневном. Если вы меня заставляли ею торговать, вот Alex, ты должен торговать этой акции, я бы сегодня продал на понижение, потому что тренд идет вниз. Не знаю, что это за компания, Quidian, посмотрим объем. Медвежий рынок, ничего особенно привлекательного. акция, которая или спит, или падает, или спит, или падает. И стоит она всего доллар 24 цента. Продавать уже поздно, покупать сигналов на покупку я в ней не вижу. Яков хочет посмотреть еще одну компанию биотехнологий Gilead. Я уже говорил о том, что для меня это тайна. Как компания, которая борется с вирусом, плохо котируется, тренд идет вниз. Каждый раз, когда компания поднимается в зону ценности, она обваливается из нее. И последняя, очень к месту, что она последняя, это похоронная компания Stone. Пока что она сама себя похоронила. Акция опустилась где-то от 30 долларов до 94 центов. Я смотрю, среди наших зрителей много любителей покупать копеечные акции. А почему не лотерейные билеты? Ну, Роман, я уверен, что вы запишите все эти акции или сохраните этот файл на тему выбрать, посмотреть, что будет лучше всего себя вести через месяц. Но для, так сказать, в коротком диапазоне мне, пожалуй, больше всего понравилась акция EBS от Вадима на повышение упала, достигла зоны ценностей, развернулась вверх, и компания CVX Chevron, крупнейшая нефтяная компания в Штатах. Это список я сохранил, как раз через месяц мы проверим, как они реализовались. Может быть, Александр, у вас, то есть мы получили, скажем так, собрали мнение с наших слушателей, может быть, у вас была акция, за которой вы пристально следите в течение этого месяца? Вот что-то, что привлекло ваше внимание, ну, помимо того списка, который мы сейчас разбирали? Вы знаете, должен признаться, ничего особенного, сказать, ни за чем особенным не следил, по глубоко личной причине. Купил новый дом, вернее, новый старый дом, там сейчас идет, там бригада работает сейчас, и это 150 километров от моего теперешнего дома, и я два дня в неделю туда езжу разбираться, поэтому это сильно мешает моему трейдингу. Я посматриваю на некоторые компании, чешутся руки закоротить китайскую компанию, но она очень новенькая, BEKE, и лучше на черном графике посмотреть, почему-то он там лучше. BEKE, очень сильная медвежья дивергенция, в этой компании, так что я так посматриваю на нее, но ничего особенно конкретного. На эту неделю давайте взглянем, я веду группу трейдеров, секунду, секунду, и вот две акции из группы, на которые, так сказать, я очень внимательно смотрел на уикенде, но ничего с ними, должен сказать, не сделал. это на повышение вот эта акция, это финансовая компания PNW, это ее недельный график, значит, на этой неделе произошел поворот вверх, и в принципе трудно торговать этой акцией, потому что я сейчас на нее смотрю, она в понедельник открылась чуть-чуть выше пятницы, и в принципе три дня ничего не делает. В данный момент мы с вами разговариваем, она около верхней точки недели, вот так вот. Другая акция, на которую я очень внимательно смотрел на этом уикенде, это компания GLUE, она открылась ровно в понедельник, и с тех пор понимается, то есть это была плохая догадка с моей стороны. Опять-таки, вы знаете, есть время, великий американский трейдер, давно уже покойный Джесси Ливермур сказал, есть время покупать, есть время продавать, есть время идти на рыбалку. Я рыбалкой не занимаюсь, терпение у меня для этого не хватает, но бывают времена, когда стоит участвовать активно на рынке, а есть времена, когда нет. И вот в данный момент с этим домом вроде закругляется уже все понемножку, более чем понемножку. Вот как перееду, никуда не надо будет мотаться 150 километров в один конец, вот тут-то, вот тут-то, вот тут-то. но это будет где-то через месяц, через два. Хорошо, у нас остается буквально несколько минут, может быть, тогда вот те вопросы, которые оставляли наши участники, на какие-то вы уже ответили в ходе вебинара, то есть там как вы ставите цель, точно разобрали по конвертам, вот то, что может быть не охватили, не успели сегодня охватить. Вы знаете, я сейчас начну отвечать на эти вопросы, и если это займет больше, если у вас есть время, мы можем немножко протянуть время, то есть там не обязательно заканчивать, так сказать, по будильнику. Хорошо, если приходит вам, то я тоже, да. Николай спрашивает, пишет, Александр всегда подробно рассказывает про вход в сделку, хорошо бы услышать про момент выхода. Вы знаете, может быть, к следующему вебинару я подготовлю небольшую презентацию, покажу вам графики своих выходов, конкретных выходов из сделок, но в принципе, если я покупаю в зоне ценности, когда акция достигает верхнего конверта, тут-то я ее хочу продать. Это один принцип моего выхода, другой принцип, когда индикаторы, по которым я купил, начинают ослабляться, выйти там, но я делаю себе отметочку здесь, приготовить, чем говорить это на словах, лучше показать картинки, я подготовлю картинки, ведь я, когда делаю сделки, я делаю снимок каждого входа и каждого выхода, так что я подберу вот эти графики выходов и поделюсь с вами, прямо записал себе здесь. здесь. Хороший вопрос, ответ будет позже. Мария спрашивает, ну, вверх она несет, она предлагает, в имейл включены очень много акций, на которые я сейчас не буду разбираться, говорит, какая-то акция, на финвиз указано, что топ наведжмент скупает эту акцию, вы знаете, я не слежу, это ценно, но я не слежу за этим, потому что все невозможно отследить. Пишет Абзал, значит, что в книге Джеральда Апела, который, кстати, умер в этом году, в разделе об индикаторе MACD показаны иллюстрации, и которые чертят гистограмму не так, как я, значит, кто прав. Дело в том, что Апел сам разработал индикатор MACD гистограмма появилась гораздо позже. После этого я, пожалуй, был самым главным популяризатором этой гистограммы, и уже, так сказать, в моей руке Джеральда Пел стал следить за ней, но он делал это по-другому немножко. Естественно, каждый автор считает, что он это делал правильно. Так что, Абзал, я думаю, что я стою за своей информацией. вопрос о Тесле. Вы знаете, это колоссальная эмоциональная акция. Смотрим сейчас, а, переключим самый белый график. Смотрим на Теслу на недельном графике. Мне кажется, что мания в Тесле начинает подходить к концу. Посмотрите, как, значит, закончилась предыдущая мания в январе-феврале этого года. Тесла шла четко вверх, а потом сделала такой более широкий топ, индекс силы мания ослабла, и после этого, значит, Тесла обвалилась. И сейчас Тесла делает широкий топ, мания ослабла, имеется медвежья дивергенция, так что если бы я торговал Теслой, я бы играл ею на понижение. Естественно, если я мотаюсь на стройку нового дома два раза в неделю, то Тесла это не та компания, которую можно спокойно оставить на день или на два. Торговать Теслой нужно сидеть перед экраном. Смотрим на дневной график Теслы. Ничего особенно срочного в ней нет. И верха она вычерчивает треугольник в плане классического технического анализа. Это треугольник. И треугольник, как правило, это фигура продолжения, но иногда фигура разворота. Тесла сейчас скручивается в очень тугую пружину в какую сторону она рванет. Я бы сказал чуть-чуть скорее, что вниз. Но это с очень слабым преимуществом против вверх. И это просто колоссально рисковая акция. Это не то, чем долго. То есть играть, заниматься трейдингом Теслы. Нужно сидеть перед экраном и смотреть на что-то. Вот сейчас я вам покажу. На что-то такое. Вот это график внутридневной игры. Слева 25-минутный график, справа 5-минутный. Сегодня, значит, вчера Тесла закрылась чуть-чуть ниже ценности. Сегодня она открылась выше линии ценности. Надо было покупать. И вот здесь была зона продажи, когда Тесла стала бить по верхнему конверту. Обратно к зоне ценности. График импульсная система из красной перешла в синий. Можно было купить. И сейчас сидим потеем с маленькой прибылью. Это акция для внутридневной игры. Не для держания сколько-то дней. Очень волатильная акция. Колоссальная эмоциональная акция. и будьте очень осторожны. И Эмма пишет, что попалась на акцию компании Оазис. Давайте глянем на нее. Это будет я посмотрел на нее быстренько до начала до начала нашей беседы. очень жалко, что Эмма попалась. Но я надеюсь, что это будет уроком и для нее, и для многих наших участников. Компания Оазис. Это нефтяная компания. Естественно, вся нефть сейчас в очень плохом положении, потому что экономика ослабла всемирная и все больше и больше тенденция пользоваться возобновляемой энергией. Солнечной, ветровой, так далее, так далее, электрические машины. Эта акция котировалась в добрые старые времена. Добрые старые времена были лет шесть тому назад по 60 долларов. Сегодня, в данный момент, я смотрю на свой экран, она стоит 26,21 цента. То есть, она стоит меньше, она стоит четверть доллара, 26 центов. И, что мы видим здесь, медленное, медленное, медленное погружение этой компании под воду. Зачем покупать такие компании? Для того, чтобы покупать, надо видеть живую компанию, продающуюся по нормальной цене, с историей и взлетов, и падений. И покупать, я всегда предпочитаю, когда растущая компания подтягивается, немножко что-то произошло, что-то напугало публику, маленькая паника. И, когда эта маленькая паника подходит к концу по нашим индикаторам, переключаемся на покупку. Я вернусь опять-таки к примеру, который мне понравился, один из лучших сегодня. Вот эта вот компания EBS. Опять-таки уплотняем график. Это прямо как зеркальное изображение этого бедного оазиса. Компания выросло от ниже 30 долларов до совсем недавно 137 долларов. Все выше и выше и периодические падения. И вот одно из таких периодических падений произошло буквально вот в этом месяце. И на этой неделе акция начинает выкарабкиваться из этого падения. Недельный график развернулся вверх. MACD гистограмма достигла самого низкого уровня, на котором обычно происходили донышки. Индекс силы при последнем падении упал очень мало, показывая, что медведи не были сильны. И на дневном графике спокойная широкая донышка и разворот кверху. Вот эта вот компания, по крайней мере покупаешь такую компанию А, видишь, что имеется долгосрочный тренд вверх, б, что имеется краткосрочный тренд вверх и имеется определенная мишень. Совершенно очевидно, что если эта компания действительно хорошая и здоровая, то ее недавний верх августовский это ближайшая мишень. А при этом, если донышко сентябрьское будет выбито, то это совершенно логичная приостановка, стоп. то есть акция, которая своим поведением показывает, это здоровый бизнес, хорошо оцененный. Опять-таки, стопроцентной гарантии нет. Как сказал Роман в самом начале нашего вебинара, трейдинг сопряжен с рисками. Ни у кого нет какого-то волшебного зеркала, волшебного стекла, чтобы предсказать будущее. Этого ни у кого нет. У меня этого четко нет. Но есть определенные правила, есть определенные структуры поведения, которые повторяются опять и опять и опять. Поэтому когда мы смотрим на такую здоровую компанию, во временном кажется отступлении, это одно. Когда мы смотрим на компанию типа ОАЗиса, ОАС, мы видим на недельном графике медленную, но верно тонущую компанию. И каждый день хочется сказать, ниже не бывает, а оно бывает. Кстати, сегодня был исторический низ. Компания открылась на ГЭПе. То есть очень жалко слышать о проигрыше. Мы все там были, включая меня. Все мы новичками совершали эту ошибку. Дешевая акция, давай купим, как дешевый лотерейный билет. Скорее всего, этот лотерейный билет окажется в корзинке для бумаг. Сделайте это уроком для себя. Возьмите из этого урок, который вам сэкономит кучу денег и поможет сделать деньги в будущем. каждый раз, когда я открываю сделку, у меня есть две цели. Первая, конечно, сделать деньги, но я не каждый раз это могу сделать. А вторая цель стать лучшим трейдером. Поэтому даже, и, кстати, я учусь лучше на потерях, чем на выигрышах. Поэтому, Эмма, я надеюсь, что вот эта неудачная сделка с этим соазисом поможет вам стать хорошим трейдером со времени. Роман, я думаю, я ответил на все вопросы, кажется мне, более-менее, по крайней мере. И на этом хочу только просуммировать, может быть, быстро просуммировать, что, может быть, на секунду еще быстрый взгляд на американский рынок. Значит, смотрим на S&P, который вверх почти 40 пунктов сегодня. Мы видим, что на недельном графике продолжается ралли, на дневном графике продолжается ралли, и под всем этим стоит очень сильный фундаментальный механизм, а именно поведение Федеральной резервной системы, которая, как пошутил один мой приятель, инвестировала большие деньги в печатные станки, и теперь печатает деньги в три смены. и естественно, как я вам сказал, на собственном примере истекает сертификат на деньги в банке, и когда мне предлагают 0,2%, 0,2%, 0,2% годовых за то, что я у них оставлю деньги на 8 месяцев, я вам говорю, нет, вы лучше заверните их в конвертик, положите их на мой счет, и я их лучше на рынок отнесу. Вот это вот как раз это толкает и будет продолжать толкать этот рынок вверх. Спасибо еще раз за внимание, спасибо за интересные вопросы, и надеюсь, что мои ответы не разочаровали вас и не заставили вас заснуть. Спасибо, Александр, все было очень интересно, я расскажу для всех слушателей, потому что у нас много участников, многие задавали вопросы, но, как вы видите, мне на все вопросы удается ответить, поэтому мы делаем следующим образом. На YouTube-канале, сейчас ссылку, сейчас ссылку на который я как раз отправляю в чат, будет добавлена запись этого видео, и вот под ним вы оставляете ваши вопросы, я их собираю Александру, и за несколько часов до нашего вебинара, в начале дня отправляю их на проверку, чтобы Александр смог с ними ознакомиться и на них ответить в ходе вебинара. Теперь по поводу конкурса. Мы каждый вебинар разыгрываем, как вот сегодня, книгу с автографом Александра, теперь это персональный автограф. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно также под видео сегодняшнего вебинара, который будет загружен на наш YouTube-канал, предложить две акции, которые торгуются в Admiral Markets, для того, чтобы как раз Александр их, ну, во-первых, оценил со своей точки зрения, и мы возьмем их на конкурс, то есть та акция, которая покажет себя лучше всего в период с конца октября, когда у нас будет следующий вебинар, до конца ноября, мы как раз вот подарим такую книгу. То есть здесь понятно, что очень интересное воспринимание большого количества людей, его рассмотреть, ну, собственно, книга с автографом будет довольно-таки неплохим бонусом для тех, кто сможет как раз принять участие в конкурсе и чья акция покажет лучший результат, как в лонг, так и в шор. И мы с вами увидимся в следующий раз 28 октября, то есть если вы на этом вебинаре уже сейчас к вам регистрироваться, дополнительно не требуется, то ссылка вам придет автоматически. И по поводу индикаторов, то есть также все индикаторы, которые мы рассматривали, которые мы смотрели также вначале на метатрейдере, их возможно приобрести на сайте Александра Элдера, и мы также предоставляем промо-код для клиентов Admiral Markets. Здесь удобнее сделать таким образом, что вы можете написать, например, мне на почту roman.isakov собака admiralmarkets.com и я уже сориентирую, как это можно сделать. Сейчас почту также оставлю. Поэтому с моей стороны все. Спасибо большое, Александр. Роман, я только хотел бы добавить тем, кто... Спасибо вам большое. Кто хочет участвовать в конкурсе, то лучше эти вот, то, что вы говорите, две или даже одну акцию, не обязательно две, посылать их не сейчас, не сразу, а ближе, совсем близко к 28 октября. Потому что, если вы выбираете акцию сейчас, знаете, кто-то выбирает акцию сейчас, кто знает, что с ней произойдет за месяц, вам лучше сделать свой выбор очень близко перед следующим вебинаром и так, то есть подобрать к началу вебинара то, что вам кажется актуальным на сегодняшний день. Да, спасибо большое, Александр, за дополнение как раз упустил этот момент, то есть как раз та акция, которая показывает период как раз с 28 октября до последней среды ноября. И вот как раз чем ближе к дате вы напишете, тем будет лучше. Но давайте договоримся, что до, в день вебинара, то есть крайний срок, когда мы принимаем как раз вот эти две акции, максимум две, это будет 12 часов по Москве. Я также под этим видео напишу эти условия конкурса, чтобы как раз мы перед, за несколько минут до вебинара не пересматривали все акции. Где-то за несколько часов, то есть 12 часов по Москве это крайний срок принятия этих акций для рассмотрения. Спасибо большое, Роман. Спасибо большое, Александр. Желаю успехов вам с продолжением строительства дома. Мы ждем следующих, может быть, через месяц или через два месяца как раз вебинаров из вашей новой студии, можно так сказать. И с этим делом удачи. Спасибо. Спасибо большое. Всем также спасибо, всем хорошего вечера и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok